Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде всего в таких диалогах Платона, как Парменид и Софист. Диалоги Парменид, основная его канва состоит в том, что необходимо предположить существование неких отделяемых эйдосов. Продолжение следует... Вот они должны быть отделяемы. От многих, да? От поля. Ну, я здесь использую поля, как бы в наших текстах используются слова вещи, да, или сущие. На самом деле я в других своих докладах, посвященных диалогу Парменид и Софист, объяснял, почему надо говорить о поля. Поля это много, многие, многие. Эйдос это вид, да? Дело в том, что в диалоге Парменид нельзя переводить то, что там обозначено словом поля, как вещи, как многие вещи, да, потому что под поля там понимаются не только вещи, да, вещи. Ну, или там люди, там, допустим, там, человек, там, стул, стол, да, но также понимаются и понятия, да, допустим, красота, красота, справедливость, добро, ну, это причем в самом диалоге написано, да, именно поэтому, как бы, надо говорить о многих, потому что под этими многими подразумевается вся совокупность возможного, да, и то, что связано с вещами, и то, что связано, мы бы сказали, с понятиями, да. Поэтому, как бы, соотношение именно такое между эйдосом и поля, то есть многими под, многими вещами, многими понятиями. И вот он говорит о том, что должны существовать такие отделяемые эйдосы для того, чтобы могло существовать, могло существовать знание. Ну, и вторая там была проблема, она связана с соотношением единого и многого, да, и многого. Почему необходимо предположение о том, что должны существовать некие эйдосы, да, отделяемые от многих? Потому что наше знание, оно, ну, у нас есть знание, да, и наше знание, оно независимо от вещей. Оно связано с вещами, в том смысле, что наше знание о мире, да, но оно как бы отделено от мира, да. И поэтому это надо как-то объяснить, это надо как-то оправдать. И поэтому вот один способ этого оправдания, вот, предположение о возможности вот отделяемости таких, как бы, носителей знания, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, я говорил, что соотношение единого и многого. Дело в том, что получалось две альтернативы. Либо, возможно, единственная философия, это философия Парменида, да, что все есть одно. Либо мы должны объяснить, каким образом возможно многое, да. А много, когда, как возможно многое? Что вот есть нечто, как бы, одно, которому приобщаются многие. И тогда не возникала бы проблема того, как вот в философии Парменида, что все в итоге сводится в некое одно. А просто, а всегда бы мы могли бы говорить о том, что, если, например, человек, да, он приобщается к одному, он приобщается, поэтому он один, да, и мы говорим об одном человеке. А приобщаясь к многому, да, он становится многим. Он имеет две руки, два глаза, там, и прочее. То есть, приобщаясь к этим эйдосам, да, к чему-то одному, вот это и есть эйдосы, да. Мы, на самом деле, получали бы соотношение между единым и многим, и мир бы не превращался у нас бы в нечто одно, да, в нечто единое. Вот две таких задачи стояло, как бы, в диалоге Парменид, и мы их обсуждали. И там, я сейчас не буду обсуждать все гипотезы, и там, в конце диалога, Парменид делает... Ну, Парменид дает понять, на самом деле, что, как бы, вот, можно двигаться дальше, да, можно решить эту проблему, но для этого надо обратиться к таким вещам, как сущность и роды и виды, да, и роды. Вот. То есть, решение где-то находится здесь, и он дает понять, что такое решение есть. Надо вот обратиться к тому, что называется сущность и роды. Но это, как бы, скрыто. В самом тексте, конечно, указано, что решение это есть, и надо просто заняться родами и сущностью, но на этом, как бы, останавливается, собственно, сам диалог, и дальше, как бы, развивается диалектика там единого и многого. Это своего рода упражнение, да, которое делается для того, чтобы вообще вот заниматься вот такими вещами. На самом деле, вот, для того, чтобы перейти дальше к самому общей динамике, надо обратиться уже к диалогу софист. И вот диалоги софиста, Платон уже использует то, что он называл в диалоге пармитейдосами, да, он уже использует в качестве видов для родов. Да, то есть, иначе говоря, он уже, как бы, использует по всю, уже вот, выработанное вот в этом диалоге, да, не решение, что именно роды, ведь именно вот если мы поставим вот сюда идос, идосы равны роды, то у нас нет никакой проблемы того, на самом деле, что к родам приобщаются отдельные виды, да. Видов много, вид один, вид два, вид три, и все эти виды являются видом одного рода. Ну, допустим, если берем, допустим, животный род, допустим, берем, там, человеческий род, и отдельные люди, каждый отдельный человек приобщается к такому роду, как человеческий род, да. И в этом никакой проблемы не возникает, всех тех проблем, которые, там, связаны с гипотезами, да, там, все они решаются. И, собственно, получается, что человек, этот диалог софиста есть просто решение того, той задачи, которая поставлена в диалоге пармитейдос, да, и, собственно, как бы, более того, там ставится другая задача. То есть на базе решения задачи, которая поставлена в пармениде, то есть она, во-первых, решена, да, и сказано, на самом деле, что эльдосы представляют собой некого рода роды, да, и вот уже в диалоге софиста уже другая задача решается. Она решается, решается вопрос о том, что, как возможно относительно небытие, да, потому что, опять же, речь идет о некой философии парменида, да, у парменида вообще небытие несуще невозможно. А у Платона, в силу того, что возникает много, много вот этих родов, да, необходимо понять, на самом деле, и предположить о существовании какого-то относительно небытия, да, потому что каждый род ограничивает друг друга, да, и вот в этом ограничении возникает вот понятие относительно небытия. Собственно, вопрос, связанный с софистом, он и связан с тем, ну, там решается вопрос о том, что такое софист, как бы, да, и как будто бы это является главной задачей. На самом деле, внутри решается более фундаментальная проблема, связанная с тем, что такое относительно небытия. Ну, нам не это важно, нам важна вот как бы сама постановка вопроса. И в чем состоит, вот если, как бы, вот, овозрев вот эту постановку вопроса, в чем состоит изначальная критика Аристотелем Платона? Да. Дело в том, что я буду использовать сейчас термин эйдес, да, хотя Платон в диалоге софист перешел на термины роды, да, ну, будем, чтобы просто держаться общих терминов каких-то, да, там, останемся в терминологии диалога променит, да. Вот мы говорили о том, что вот эйдесы, да, они, как бы, отделяются от многих, да. Многие. Ну, эйдесы, решение состоит в том, что они роды. Ну, поля, многие приобщаются к одному эйдесу, да. Вот в эйдесах есть некое вот единство, да, единство. А тут, как бы, множество, и вот единое, и многое, оно, как бы, вот, благодаря этому может соотноситься без всякого рода проблем логических, которые рассмотрены на диалоге променит. Но вопрос, в связи, стоял о том, как эйдесы отделяются, да. И вот это вот отделение эйдесов Платон понимает тем способом, что они отделяются пространствами. Ну, давайте, как бы, сначала поймем, что такое отделяется, да. Отделяется. Отделяемость. Вот как можно понимать отделяемость? Первое, можно понимать отделяемость в смысле пространства. То есть, вот этот стул и я отделены пространствами. Второй смысл того, что значит отделяемость, это отделяемость мысленно. И понятно, на самом деле, что значит мысленно отделяемость? Это, например, в смысле Аристотеля, да. Аристотель говорит о том, что форма может быть отделена, например, форма шара, может, шарообразность может быть отделена от самого вот этого шаровидного шара мысленно. Да, то есть, кота, кота Логан. Мышление и в речи мы можем отделить форму шаровидность, да, от шарообразного шара. Но мы не можем эту форму отделить, как в пространственном смысле. Мы не можем форму отдельно от шара отделить, а материю отдельно отделить. То есть материи и форма различены в медном шаре, как медь и шаровидность. Но тем не менее, и это разделечение нам дано мысленно, нам не дано пространственно. А Платон вот этого различия еще не усматривает, и поэтому он понимает отделенность эйдосов от вот этих многих пространственно. И получается, что он буквально говорит о том, что вот есть некий мир идей, который существует пространственно где-то в небесах, и есть как бы другой мир, мир вещей. Причем они отделены пространственно, условно говоря, это божественный мир, а это мир человеческий. Человеческий мир. И вот сам миф о пещере, о том, что все-таки в нашем мире это в своем роде то, что мы видим в качестве эйдосов, это своего рода только тени, вот тех божественных настоящих эйдосов и так далее. Это тот самый разговор, а вот об этом отделении пространственно, да? Пространственно. И вот именно на эту ошибку указывает Аристотель. Все его возражения, все возражения, которые относятся вот к этому разделению эйдосов и многих, да, оно ведь, ведь Аристотель не говорит о том, что сама постановка задачи неправильна, да, ведь действительно, знание ведь как-то должно быть возможно. Значит, мы должны мочь как-то отделять, допустим, сущность и форму, как говорит Аристотель, мысленно, да, от самого мира. И мы это делаем, да, собственно, и в этом и состоит наше знание. Но мы не отделяем их пространственно, да, мы отделяем их мысленно. То есть, иначе говоря, Аристотель говорит, что пространственно они не отделены. Они отделены только мысленно. В этом состоит суть всех возражений Аристотеля по отношению к Платону. Ну, скажем так, часть возражений, да, это вот первая часть возражений. Итак, первая часть возражений состоит в том, что, это первая, да, что отделяемость надо понимать только, вот, только как мысленная. Правильно было бы сказать так, что Платон вот этого различия еще просто не делает. Различие отделяемости в смысле пространственной мысли он еще не делает, да. А у Аристотеля он говорит сразу, что в пространственном смысле, отделённом пространством смысла, вот он даже и пишет так, хористом, является только сущностью. Ведь когда он говорит о том, на самом деле, что всё существует в сущностях, и что отделённым является только сущностью, ну в отделённом смысле хористом, является только сущностью, а всё остальное существует в них, то имеет в виду пространственную характеристику, то в пространственном смысле отделёнными является только сущностью. Хористом, корень здесь, хора, это буквально означает земля, страна, ну или место, пространство. Ну и там хоридзе, там много глаголов, хоридзе, тоже отделять. И так далее. То есть вот изначальный корень этого слова, он имеет пространственную характеристику, ну можно сказать хора, да, или там хорда есть в геометрии и так далее, да. Вот это хор, это на самом деле, хора, это вообще корень, связанный с пространственностью. Вот он говорит, что хористом, то есть пространственном отделённости, в пространственном смысле, отделёнными являются только сущности. Но он также указывает о том, что форма может быть мысленно отделена от материи. Мысленно она может быть отделена, но это другой способ отделения, да. Это форма мысленно, это значит, по Аристотелю, вот хористом только сущность отдельно существует, да, хористом. А вот каталоган, то есть отделённое в смысле каталоган, да, в смысле определения, уже существует форма. То есть форма может быть отделена, смысленно. Но это первая часть возражений. Вторая часть возражений связана с тем, как понимается вот это вот то, что отделено. У Платона ведь, на самом деле, когда он говорит об отделённости эйдесов, он на самом деле в эту кучу всё сваливает, да. То, что у Аристотеля является родными видами, категориями, общими понятиями, у Платона является только одним, обозначая словом, эйдесы, да, и вот он это не различает. И более потом, более того, он в Софисте уже переходит к пониманию того, что вот эти отделённые являются родами. А на самом деле, вот если мы сейчас работаем в терминах, всё-таки диалогу Пармини, да, пока не переходим к диалогу Софиста, то ведь эйдесы следовало бы аранжировать, да, и разделять согласно смыслу. Во-первых, нужно было действительно отделить эйдесы, в смысле, понимать эйдесы, во-первых, прежде всего, как роды, роды и виды, да, и здесь Платон совершенно прав, но потом нужно было бы отдельно от родов и видов поставить категории. Ведь категории – это не роды и виды, да, но и третье – общее понятие. Общие понятия здесь выделены отдельно, хотя на самом деле и категории, и роды, и виды тоже предстоят общее понятие, но здесь под общим понятием мы имеем в виду такие понятия, как добро, красота, а там справедливость и так далее, да, то, что вот сам Платон в диалоге указывает. Под категориями, понятно, там категория сущность, сущность, там качество, количество и прочее. И, собственно, критика Аристотеля в этом отношении, она состоит в том, что Платон считает, что, ну, как бы он просто не замечает, что вот есть отдельная категория, он и категории, и общие понятия в виде добра тоже делает родами и видами. Он считает, что это тоже роды, да, тоже роды и виды. Вот в этом состоит проблема. Ну, как бы он считает, что это роды и виды, хотя, допустим, вот среди категорий есть такая категория, как просто те отношения, да, он просто на нее указывает, в частности. А что такая категория отношений? Это, допустим, одно больше другого, да, или там, ну, то, что у Платона называется, допустим, Большесть, да, или подобность, да, одно подобно другому, да, вот подобность. Платон постоянно рассуждает в таких терминах, да, у него вот такие вот сравнительные характеристики, как одно больше другого, там, или там одно подобно другому, они представляют, они имеют эйдосы, да. То есть они являются эйдосами и, в конце концов, становятся родами, да, в диалоге софистов. А Рисовский говорит о том, что нельзя категорию отношения рассматривать как роды, ну, не говорит, нельзя сказать, что то, что вот эта вот прости, да, вот категория отношений, она является родами и видами, да, это как бы противосмысленно. Собственно, я как бы, когда рассказывал про критику Аристотельна Платона, я про это многое говорил, да, но если брать общий смысл, то следующий смысл состоит в том, что вот надо этот эйдос, да, то, что отделяемо от многих, да, надо просто различать так же, ну, то, что мы бы назвали бы сейчас понятие, да, собственно. Вот, понятие, надо бы в этих понятиях различать, это роды и виды, категории и общие понятия. Ну, общие понятия, на самом деле, я говорю, здесь выделены только потому, на самом деле, что вот есть такие понятия, как добро, красота и справедливость, ну, наверное, еще и другие понятия, да, которые, как бы, не относятся к пятим двум, потому что категории всего 10, ну, таких много, на самом деле, в общих понятиях, причина, это такие понятия не является, там, и так далее, там. Итак, в общем, теперь, как бы, резюмируя критику Аристотелем Платона, она состоит в том, что Платон, да, гипостазирует понятия, да. Что значит гипостазирует? Это означает, что он их рассматривает в качестве сущностей. Ведь рассматривать их в качестве сущности, ну, сущности, конечно, в смысле Аристотеля, да, это означает отделять их в пространство, ведь сущность отличается от сущности пространственно. Одна сущность, да, другая сущность. Они отделены пространственно. И что такое гипостазирование понятий? Согласно определению самого слова, это когда понятия рассматриваются как нечто, как сущность, как нечто отделенное самостоятельное в пространство. И поскольку у него эйдесы отделены пространственно, то все возражение Аристотеля Платону, если можно было бы выразить его в каких-то простых словах, состоит в том, что Платон гипостазирует общие понятия. Вообще понятия гипостазируют. Это первое возражение. А второе возражение состоит в том, что Платон не различает, или можно было бы сказать, что все сводит к родам. Все понятия сводят к родам и видам, что он не различает роды, категории и общие понятия. Что внутри того, что у него является эйдесами, он не произвел это различение. Это второе возражение. То есть первое возражение, что он гипостазирует общие понятия. А во-вторых, что он эти понятия не различает согласно существенным различиям. А именно, как различием народа и виды, на категории и на общие понятия. Итак, можно сделать общий вывод, что основная проблема, от которой отталкивается Аристотель, состоит в том, что он вводит понятия сущностей, которые отделены от других сущностей пространственно. То есть сущность отделена от сущностей пространственно. То есть он разводит два смысла отделенностей. И второе, что на самом деле саму сущность, если мы ее отдельно рассматриваем, ее можно мысленно от нее отделить форму. Форма мысленно. Ну, не только форма, а и все категории. И все понятия. И все это мысленно. То есть, иначе говоря, если мы говорим о переходе от Платона к Аристотелю, то первым у нас является то, что Аристотель разводит пространственный смысл отделенности. Сущность от сущностей отличается отделенно, и это он называет Харистон. Ну и как бы с другой стороны, внутри сущности тоже можно сделать какие-то развлечения. И вот эти развлечения, они происходят мысленно. Каталогом. Вот эти два смысла развлечения существенны. Ну и третье, конечно, что он сами, вот эти вот способы, которые мы мысленно можем что-то различить в сущности, он их тоже классифицирует, да? Классифицирует. Классифицирует их на роды и виды. Первое, роды и виды. Тут надо мысленно написать, да? Классифицирует на роды и виды. Второе, категории. Причем категории – существенная вещь. Вот он говорит, что все категории отличаются друг от друга родом. Ну, это имеется в виду здесь как метафорическое высказывание. Категории, в принципе, не роды, да? А родом – это означает, что они друг к другу не сводимы. Качество никак не может быть сведено к количеству, никак не может сведено быть к отношению и так далее, да? И третье – общие понятия. Ну, вот то наше каталогу, которое я вот… Католу, да? Какой катол как-то постоянно мучаю. И хочу понять, к чему она относится. Вот он просто… Вот, собственно, есть переход от Платона на корресутель. Что сделал? Потому что у Платона мы наблюдаем вот это вот, как я тут нарисовал вверху, пространственную различенность многих, да? Эйдеса. И это в смысле того, что указывает арестуритель, означает, что эйдесы рассматриваются как сущности, да? То есть сущности есть… Два вида сущности. Есть сущности, которые множественные, и есть сущности, которые вот являются какими-то высшими сущностями. Вот они различены пространственно. Арестуритель говорит, что такое невозможно, да? Он говорит о том, что на самом деле они различены только мысленными. Вот это вот есть переход. Вот, собственно, вот это вот различение отделенности в смысле пространственной, отделенности в смысле мысленного, как бы, есть существенный переход, да? От философии Платона к философии Арестурителя. Ну и классификация, конечно, тоже важна, Потому что изобрести категории, увидеть, что категории существенно отличаются от родов и видов, от общих понятий. И что вообще говоря, категории все подчинено, всякое рассмотрение подчинено рассмотрению посредством категории, это существенное усмотрение философского смысла. Вот такой простой переход. Для этого потребовалось изучить греческий текст Аристотеля, как бы сверять его с русским текстом и пытаться самому разобраться в тельбинах. Понять Аристотеля, исходя из русского перевода, ну может быть, в какой-то мере можно, но по сути невозможно. То есть без использования этого источника Аристотель, боюсь, что недоступен пониманию. Это не значит, что перевод плохой, просто сама философия Аристотеля сложна. Она требует постоянно вдумывания о том, о чем идет речь. Ну вот это вот еще раз говорю, самое главное это различение Харистон и каталога. Что мысленное различение, то, что мы мысленно можем отделить форму от материи, что мы мысленно можем отделить отдельные аспекты сущности, Это сущности, как со стороны количества, со стороны качества, со стороны других, с других сторон, времени, места и прочее. И это как бы и составляет сущность того, что, собственно, Аристотель Рубинец в философии, помимо, надо признать, помимо логики. Вот органом, он до сих пор остается образцом предикативной логики. Продолжение следует...